Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами сделаем три расклада. Вот первая колода, вторая, третья колода. Три будут больших расклада, что было, есть и будет. На что нужно обратить внимание, если на вас порча или какой-то другой негатив. И четвертая колода карт нам поможет выявить негатив, если таковой имеется. Но прежде я хотела бы обратиться к одной милой женщине, Алле Валентиновне, которая перечислила мне денежку, а так до сих пор о себе и не дала знать. Хочу сказать, что каждый день мне приходит множество смсов, я уследить за каждым из вас не могу. Поэтому, как только вы перечисляете мне деньги за прием, будьте добры, сразу же мне присылайте чек и давайте о себе знать, чтобы я сразу же вас поставила в очередь. Еще раз обращаюсь. Алла Валентиновна, которая перечислила мне денежку за прием 8 мая. Пожалуйста, откликнитесь, напишите мне смс, отправьте чек, и мы с вами договоримся о дате и времени. Для вас и для меня удобно. Ну что ж, сейчас мы приступаем с вами к трем раскладам. Итак, я надеюсь, вы уже загадали 3 колоды карт. Дыхание ночи, затмение и полная луна. Итак, начнем. Дыхание ночи. Первая у нас колода будет, это дыхание ночи. Посмотрим, что было, что есть в данный момент и что будет в ближайшем будущем. Еще раз хочу вам всем повторить, что карты говорят максимально 3 месяца плюс, 3 месяца минус. Очень в редких случаях они видят дальше. Конечно, прошлое они могут увидеть, более далекое прошлое. А вот в настоящем, конечно же, карты более 3 месяцев навряд ли они могут видеть. Тоже так же хочу сказать, в редких случаях. Очень редко, бывает на полгода год, но это, еще раз повторю, очень редкие случаи. Итак, давайте посмотрим, что было у нас с левой стороны, что будет у нас с правой стороны, что в мыслях или что в голове. На чем стоять будете или то, что имеете. Что было? О чем думать будете? Думайте в данный момент, что будет. И на чем стоите сейчас, в данный момент. Итак, давайте еще раз я вам покажу, какие карты располагаются. Значит, смотрите, с левой стороны это то, что было. С правой стороны это то, что будет. По центру это то, что есть в данный момент. Верхняя часть это наши мысли, то, что были мысли, то, что будут мысли, планы какие-то, проекты на будущее или в прошлом, о чем вы думали. Внизу карты лежат, это то, что конкретно вы материально имеете или на чем вы стоите. Итак, по центру это то, что на сердце находится. Итак, давайте начнем смотреть, что у нас в прошлом. В прошлом, ну что ж, хочу сказать, что в прошлом какие-то ссоры, какие-то переживания вы и хотите наладить мосты. Вы идете навстречу к человеку, с которым ссоритесь. Человек какой-то ветреный, ветреный. Вы знаете, то нашим, то вашим, то давай вот так, то давай это. То есть, вот какой-то, знаете, как маятник, как флюгель, человек рядом с вами. И у вас постоянные с ним ссоры, постоянные конфликты, непонимание, абсолютное непонимание. Но вы все равно идете навстречу, вы хотите с ним помириться, наладить мосты, отношения, найти общий язык. Но, по всей вероятности, все-таки все закончилось уже. И у вас началась другая, совершенно новая жизнь, абсолютно. Но я вам сразу хочу сказать, что когда что-то вы теряете или с кем-то вы расстаетесь, обязательно всегда наступает день после темной ночи и всегда становится лучше, чем было. Запомните, если что-то меняется в вашей жизни, и вы что-то теряете или кого-то теряете, это только к лучшему, поверьте мне. Давайте теперь посмотрим, что сейчас на данный момент у нас с вами. Итак, в голове. Ну, в голове я хочу сказать вам, что вы все-таки думаете о том, что наступит правосудие, придет время, когда все вернется на круги своя, и все получат по заслугам. Но сразу хочу сказать, вы, в принципе, добрый человек, добрый, порядочный. Вот зла вы не желаете человеку, который вам доставил какие-то неудобства по жизни, абсолютно. Вы, возможно, переживаете, печалитесь, но зла не желаете. Это очень хорошая ваша позиция, потому что сколько раз я вам всем говорю, ни в коем случае не желайте зла, потому что это все вернется и все возвращается. Оставайтесь людьми, переждите какой-то период, какие-то моменты, и все наладится, все на свои круги станет. Далее, что конкретно вы в данный момент имеете? Ну, вот, смотрите, у нас идет подарок, да, и марионетка. Что это значит? Это значит, я хочу сказать вам, предыдущий ваш партнер или партнерша, в общем-то, очень многое, как вы считаете, очень многое дал вам в жизни. И, в принципе, вы правильно считаете, потому что даже плохой какой-то урок, он все равно жизненный урок. Даже если какие-то были негативные у вас переживания, эмоции, то обязательно это все идет на благо вам и на пользу. Почему? Да потому что это урок, это жизненный урок. Вы уже в следующий раз этих ошибок не сделаете. Но единственное, что этот человек, по всей вероятности, влияние очень сильное на вас оказывал, потому что он практически вас подчинил и сделал вас марионеткой в своих руках, вот как игрушкой он управлял вами. Но вы позволяли ему управлять, вам было с ним хорошо и комфортно, но, вот видите, в связи с последними событиями, по всей вероятности, вы все-таки расстались из-за каких-то ссор. Что в ближайшем будущем вас ждет? Ну вот в мыслях, смотрите, в картах крысы, крысы, это вы считаете, что у вас что-то украли. Это не обязательно материальные какие-то блага, а может быть это финансовое благополучие, может быть любовь, может быть перекрытие каких-то дорог. Вот отдельно мы сейчас на эту карту посмотрим. Но это пока что у вас в мыслях. Это не то, что конкретно стоите, на чем. Вот смотрите, вот стоите вы, шикарная карта, это просто шикарная карта, птица Феникс. Я хочу сказать вам, дорогие мои подписчики, гости моего канала, кто выбрал первую позицию, вы вот понимаете, как птица Феникс, вот эта птица Феникс дается, у вас, вы как из пены возрождаетесь вновь и вновь. То есть любая какая-то жизненная ситуация, которая приносит боль, обиды, разочарования, делает вас только сильней. Вы встаете с колена и опять идете вперед и только вперед. Это очень хорошая ваша жизненная позиция, и вы очень сильный человек. Ну посмотрим, что сейчас на сердце, что будет. Тайна какая-то, тайна. Вы держите какую-то тайну. Ну вот женщина, карта женщины, эта карта говорит о том, что женщины, кто загадал первый расклад, обратите внимание, на гинекологию проверьтесь. А если мужчины выбрали первый расклад, то будьте добры, сходите также к врачу и проверьте свой гормональный фон. Эта карта именно об этом говорит. Нужно провериться. Далее смотрим. Вот на эту вот крысу я хочу дополнительные карты все-таки достать и посмотреть, о чем же вы думаете, что вы боитесь, чего-то вы боитесь, какой-то кражи, какого-то воровства. Давайте посмотрим более внимательно на эту карту. Ключ. Вы знаете, вот по этой карте, можно сказать, вы переживаете о том, что, возможно, ваша половинка хочет забрать у вас имущество какое-то, имущество, дом, ключ от дома, книга, тайна, какая-то тайна, возможно, даже подписание каких-то бумаг. Вы переживаете, вот скажу вам, вы переживаете за имущество. Может быть, вы жили вместе, снимали вместе квартиру, теперь разрыв у вас произошел, вы переживаете, как вы дальше будете жить. Может быть, вы развелись, расстались, и теперь делите это имущество, переживаете, что у вас неправильно, может быть, дележка произойдет, или меньше имущества достанется. Но вот вопрос имущества у вас как-то, в общем-то, вы об этом будете думать. Дальше давайте посмотрим, что под сердцем у вас. Ну, под сердцем сад, это общество, это приятное общество. Может быть, с друзьями, с подругами вы хотите выехать куда-то, или просто пообщаться, или пригласить в гости, или устроить вечеринку. Ну, это хорошая, в принципе, карта. А вот на сердце у вас, смотрите, какая-то старуха, сплетни, рот, огонь. Ну, вот на сердце, сразу вам говорю, на сердце у вас неспокойно. Хотя, вот, вы знаете, вот вы производите человека, в принципе, уравновешенного и спокойного, я хотела бы сказать по этому раскладу, но все равно у вас на сердце бушуют какие-то, вот, понимаете, страсти, мордасти, какие-то сплетни вас, вы переживаете из-за людей, которые перемывают вам кости. Старуха, вот, понимаете, скорее всего, это какая-то женщина в возрасте. И вот по всей вероятности, вот, карта рода вышла, это кто-то из ваших родственников, может быть, мама, бабушка, может быть, тетушка какая-то осуждает вас, перемывает кости, или в лоб вам говорит, вот, ты такая рассекая, и что ж ты вот не так неправильно живешь. Или, может быть, мужчина загадывает, не такой рассекой неправильно живешь, или неправильно поступаешь. Вот кто-то из рода, какая-то женщина, вам постоянно на мозг приседает, и постоянно бубанит. Ну, вот, смотрите, хочу сказать, что, как бы там ни было, расклад в целом неплохой. Почему? Потому что здесь я не вижу никакого негатива. Здесь нет ни порчи, ни сглаза, ни крадника, ни приворотов, ни отворотов, в общем-то, никакого негатива. Это огромный плюс этому раскладу. Кто загадал на первый расклад? Да, переживания, да, расставания, да, возможно, вы переживаете что-то за недвижимость, какие-то тайны. Ну, вот эта вот карта, я вам хочу сразу сказать, что она перекрывает практически весь расклад. Птица Феникс. То есть, что бы у вас ни случилось в жизни, вы всегда всё пройдёте, и огонь, и воду, и медные трубы, и выйдете победителем из любой ситуации. И, знаете, вот по этому раскладу видно, что вы человек, в принципе, такой, который не делает зла другим, прощаете. Возможно, вы переживаете, но прощаете обиды. И поэтому у вас в жизни всё будет гораздо легче, чем у других, понимаете? Вы легко будете идти по жизни, и легче у вас будут какие-то новые достижения, какие-то новые начинания. То есть, в общем-то, расклад хороший. Мне нравится, и я действительно рада за вас, дорогие мои подписчики, зрители канала, гости, кто зашёл, подписывайтесь, конечно же, дальше будет интереснее. Я думаю, что этот расклад хороший, и вы человек порядочный, и хороший по этому раскладу. Поэтому всё у вас, всё получится. Птица Феникс, запомните это. Ну, давайте посмотрим сейчас на вторую колоду. Кто загадал на колоду затмение, сейчас мы сделаем с вами. Пока я буду тасовать карты, ещё хочу сказать, вот многие задают вопрос, можно ли научиться гадать на картах, второй или на каких-то ещё картах. Я вам хочу сразу сказать, научиться могут абсолютно все, абсолютно знать название карт, выучить, выучить какие-то расклады, и раскладывать, и говорить название карт. Но! Здесь существует большое но. Дело в том, что научить можно каждого, но видеть ситуацию может не каждый. Карты – это вспомогательное что-то, понимаете? Это как приложение того, чтобы увидеть ситуацию. Вот, например, я делаю расклад, я не говорю значение карты конкретной, как написано там в интернете или в книжечках. Нет, понимаете? Когда делается расклад, я вижу полностью картину. Точно так, если вы чувствуете за собой, что вы можете это, понимаете? Если у вас какие-то картинки идут, вещи сны идут, то попробуйте, конечно, попробуйте выучить эти карты. Но вот кто хочет научиться на картах Таро, я вам сразу рекомендую не заучивать название карт, а попробовать вот взять одну карту, да, вот, допустим, карта деньги, да, и помедитировать. Просто войти в этот аркан и почувствовать ее. Что вы чувствуете, когда смотрите на эту карту? Потому что одна и та же карта каждым тарологом, ведьмами и гадалками, в общем-то, она расшифровывается абсолютно по-разному. То, что написано в интернете, конкретное описание, ну, это вот, ну, как вам сказать? Я бы даже не сказала, что это для новичков, но для людей, которые, в общем-то, вот зубрилы. Знаете, вот бывают в классе, вот отличники зубрилки, вот они зубрят, 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 а потом смотришь по жизни, они никто и ничто. Десять институтов закончили, а они не могут в жизни устроиться. А на других посмотришь, двоечник-троечник был в школе, а потом смотришь, а он уже каким-то министром просвещения там работает или финансовым министром около президента стоит, понимаете? Ну, я, конечно, так утрирую вещи, но я надеюсь, вы меня понимаете, о чем я говорю. То есть карты Тару, их надо чувствовать, понимаете? Их надо чувствовать. Попробуйте, если кто-то хочет, конечно же, приобретите, название, можете все это выучить, а потом, постепенно, может быть, действительно, вы увидите их. Но еще, что самое интересное, я заметила, что у меня на канале появляются очень много людей, у которых действительно есть какие-то способности, не какие-то, а очень большие способности. И я уже, вот честно, слово, что я рада, что я открыла этот канал, потому что у меня на канале появляются мои не только единомышленники, не только люди, которые смотрят так же, как и я, такими же глазами, а действительно, реально люди с такими, с большими способностями. У кого-то очень большая сила в руках, у кого-то большое ясновидение. Я чувствую, я вас чувствую, когда вы мне пишите комментарии. Я уже просматриваю, с кем я общаюсь, те люди, которые ко мне обращаются, с кем я работаю. Я сразу же говорю, у кого есть способности, у кого нет. Но вы знаете, всё с каждым днём, всё больше и больше. Я вижу людей на моём канале с хорошими способностями, которые стоит развивать. Почему я даю вот разные ритуалы, обряды? Вы пробуйте, пробуйте. И ведь у многих людей они получаются. Почему получаются? Да потому что у вас сила, и причём очень большая сила. Ну, давайте, я очень много уже отвлеклась, говорю. Давайте посмотрим на второй расклад. Кстати, насчёт раскладов. Если вы заучиваете какие-то расклады в интернете, ну, можете заучивать. Но сразу вам хочу сказать, когда человек сам гадает, он раскладывает уже по ситуации идёт, уже карты ведут, понимаете? Тут уже конкретно даже вопросы порой смысла нет задавать. Карты сами отвечают на какие-то вопросы. Начинаешь задавать одни вопросы, а карты говорят совершенно на те вопросы, которые высшие силы вам хотят что-то поведать или сказать, понимаете? Поэтому тут тоже вот такая вот интересная вещь. Это не математика, где точные науки. Это всё-таки более такое вот философия, гуманитарий, вот кто склонен вот к таким каким-то наукам. может быть даже искусство. Люди, искусство, они все чувствительные, все, кто умеет рисовать, все, кто играет на фортепиано, на скрипке, все, кто печёт, готовит, вот что-то делает своими руками, поверьте, у вас есть большая сила и вы сможете гадать на картах. Итак, что было, что будет, что в голове, на чём стоите. Вот. Итак, давайте посмотрим, кто загадал второй вариант. Карты затмения у нас с вами. Итак, что было? Ну, тут вот сразу я говорю, человек, который загадал на эту колоду карт, это порча однозначная. Ну, вот, посмотрите, вот эта карта, называется зависть. Помимо этого, посмотрите, какие червяки вылазят вот из спины. Это человек, который сделал на вас, он именно бил по позвонку, именно вот, возможно, вот эти именно чакры, сердечная чакра, гинекологию, посмотрите, вот это вот вся, вот всё полностью. Возможно, у вас что-то с гинекологией не так, возможно, болит спина очень часто, от спины, вы знаете, и головные боли могут быть, и тошноты, и да всё, что угодно. Ящик Пандоры, это закрытая информация, это значит, делал какой-то специалист, которую навряд ли вы откроете, это просто надо снимать, уже вижу, что порчено, но самое интересное, смотрите, либо это было сделано мужчиной, либо это было сделано из-за мужчины. Просто, сейчас я делаю небольшие расклады, если вы обращаетесь ко мне индивидуально, мы просматриваем каждую карту, и можно ответить на множество вопросов. Сейчас так, это демонстрационная версия гадания, поэтому, вот я говорю так, ещё раз повторяю, либо это мужчина сделал, либо это делалось из-за мужчины. Далее, смотрим вулкан, ну, это вулкан страстей, опять-таки, это всё любовная сфера, на почве ревности, по всей вероятности, это всё было именно так сделано. Ну, смотрите, даже вы знаете, подозреваете, кто это, посмотрите, крысы, эгоизм, опять-таки, две карты символизируют, это 100% делалась порча, потому что вам страшно завидовали, очень сильно вашей какой-то любви. женщина-эгоистка, скорее всего, всё-таки, это делала женщина-эгоистка из-за мужчины, если гадают женщины. Если же гадают мужчины, то, опять-таки, скажу, делала женщина на вас. Почему? Потому что вы с ней расстались, понимаете? если же женщина загадала на этот рассказ, значит, делала соперница какая-то эгоистка. Далее, на чём вы сейчас стоите? Иллюзии. Иллюзии, питаете иллюзии, считаете, что у вас всё прекрасно, всё хорошо, на самом деле, всё не так. Сон. Посмотрите, карта сон. Во снах, возможно, вы видите вещи сны, вас что-то мучает, тревожит, вы сами подозреваете уже, что что-то неладно, вот что-то неладно, вы уже сами чувствуете это. Карта маяк. Но я вам сразу хочу сказать, вот недаром вы сейчас на моём канале смотрите именно этот расклад. Маяк, это, понимаете, как луч света в тёмном царстве. То есть, хорошо, что вы попали на мой канал и сейчас вы узнаете правду о том, что с вами происходит. Возможно, даже обратитесь ко мне, пожалуйста, обращайтесь из-за личной консультации и мы посмотрим дальше, в чём же дело, в чём проблема, кто и как это сделал, почему так произошло и как можно вам помочь. Смотрите, башня в дальнейшем, в будущем. Башня, ну, это заточение. Вы знаете, вот такое впечатление, что вы будете находиться, ну, вот, нет выхода. Вот вы в башне, как в заточении, как в тюрьме. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Вот такое вот. Дальше, смотрите, желание, ну, вот это вот хорошая карта, это деньги, это имущество, и тут же алкоголь, какой-то алкоголь. Вы знаете, вот по этому вот раскладу видно, что всё-таки была ещё какая-то порча, вам что-то, чем-то напоили, вот опоили, вот как опоили. Ваш организм какую-то жидкость была введена, ну, не знаю, это вспоминайте, думайте, это можно, конечно, на индивидуальном раскладе более конкретно на эту карту выложить и посмотреть. Сейчас мы этого делать не будем. Множество дверей, сейчас мы вернёмся ещё к этой карте, вот смотрите, выбор множества дверей, то есть смотрите, вы сейчас мечетесь, мечетесь, вы не можете выбрать ни в любовной сфере, вы не можете выбрать ни работу, ни финансовое благополучие, то есть вот метание, метание множества дверей, вы не знаете, в какую стучать, в какую бы ни стукнули, всё закрыто, для вас всё сейчас закрыто. Карта финансов, она легла рядом с вами, это хороший знак, сразу говорю. Финансы, в данном случае, вы знаете, вот если бы не вот эти вот карты, которые вокруг, я бы сказала, что вы финансово благополучный человек, но вокруг такое, знаете, скопление нехороших карт, что я подозреваю, что просто вот из-за того, что вам делали какую-то порчу из-за мужчины, или мужчина делал, ну вот по любви, да, перекрылись дороги финансовые, вот такое впечатление, что вот финансы от вас отрезаны, хотя по идее, по жизни, при рождении вам было дано быть богатым человеком, очень богатым человеком, и финансово благополучным, успешным человеком, но всё отрезано, вот все пути отрезаны. Давайте посмотрим под сердцем, что у вас, ну вот карта дьявола, однозначно, тут уже даже всё, вот понимаете, каждый, все карты говорят о том, что здесь вот, что всё не в порядке, вот не в порядке абсолютно, на сердце у нас с вами, сделка с дьяволом, ну посмотрите, сделка с дьяволом, соперник тут идёт, ну, короче говоря, тут путы, ну вот, паук, паук, путы, делаются путы, да, это действительно так, метла, метла это чистка, это нужно чиститься, это карта советчик метла, тут смотрите, вам и соперник, и замужчины, и женщина-эгоистка, это дело, ну это сто процентов, это вот любовная какая-то сфера, любовная какая-то история, неприятная, непонятная, ну вот как раз таки, нам сейчас понадобились карты, отдельные вот эти вот, которые диагностику порчи, проводят, мы их достанем, и конкретно уже посмотрим, какая же порча была наведена, через что она была наведена, так, ну был проведён ритуал, сразу вам, я уже сказала, что это было сделано у мага у какого-то, у ведьмы у какой-то, это делал специалист, это было сделано тщательно, всё правильно, посмотрите, сделано на чёрную вдову, но дальше я даже уже не буду карты выкладывать, объясню, значит сделано это вам, чтобы вы стали одинокой женщиной, или одиноким мужчиной, или это вдовец, или вдова, то есть рядом с вами, мужчины и женщины будут умирать, вот умирать, чахнуть, дохнуть, или, ну всё в жизни не будет получаться, с вами долго не будут задерживаться люди, либо же, если сильный человек, он почувствует, что на вас какая-то порча нехорошая, будет от вас убегать, у вас не будет никогда складываться отношения, никогда, а слабый человек, который останется с вами, он просто попросту умрёт в итоге, вот и всё, вот такой вот нехороший ритуал на вас сделали, поэтому это очень серьёзная вещь, нужно чиститься, и, в общем-то, очень много чего делать, обращайтесь, помогу, индивидуальные расклады, индивидуальная диагностика, вайбер, ватсап, в описании к этому видео, пожалуйста, всегда рада помочь вам, давайте посмотрим, сейчас с вами, третий расклад, это у нас полная луна, что же здесь у нас с вами, карты прям выскакивают, так, что было, что будет, что в голове, на чём стоять будете, что было, что будет, на чём стоять будете, вот так, давайте смотреть, так, ну что же, хочу сказать сразу же, вот по вашей ситуации, вы очень склонны к тому, чтобы чистить свой дом, для вас дом, это, вот на первом месте стоит, если же, это ваш дом в собственности, вы постоянно чистите его, вот карта святая вода, то есть, и брызгаете, и чистите, и молитесь, и делаете какие-то уборки, ну вы вот, над своим домом, просто трясётесь, вот это правильно, это хорошо, вы просто умничка, или молодечек, смотрите, если у вас нет собственного жилья, вы прям вот, хотите завести, но это вот всё в прошлом, это пока что мы смотрим, прошлое, левая сторона у нас в прошлом, то есть, что было, но сразу говорю, какой-то человек, ну вот, медведь, это сильный, влиятельный, авторитетный человек, но также он может быть хабалистым, знаете, вот может и послать, и обматюкать, и, в общем-то, знаете, вот слово такое у него тяжёлое, возможно, он у вас в доме, либо жил, проживал, либо вот как-то касался, может быть, это ваш отец в этом доме, вот давлеет над вами, может быть, вы были с мужчиной, или с женщиной, вот с таким вот в отношениях, но вы очень-очень дорожите своим домом, очень дорожите своим домом, дальше финансы, расходы, ну, опять-таки, карта эта неплохая, расходы, большие расходы, ну, если есть что расходовать, значит, есть хорошие доходы, то есть приносящие, опять-таки, связанные с недвижимостью, может быть, вы сдаёте с недвижимостью, или снимаете недвижимость, потому что каким-то образом, вот, с домом связаны финансы, финансы, если бы вы, конечно, обратились индивидуально, мы более подробно посмотрели бы, по этой ситуации, ну, вот это вот прошло, дом на первом месте у вас, на первом месте дом, сейчас, в данный момент, что у нас здесь с вами происходит, вот, смотрите, карта идёт униженности, воровство, но, скорее всего, вот что-то с домом, может быть, финансовое, что-то вы потеряли, и опять-таки, или, опять-таки, смотрите, верхняя часть карт, это то, что в мыслях, в голове, то, что о чём вы думаете, то есть, это не то, что случилось, а о том, что вы переживаете, вы переживаете, что вас обворуют, унизят, или как-то оскорблят, ребят, но вот рядом лежит карта медведя, действительно, вы вот этого человека, я не скажу, что вы боитесь его, но вы ждёте от него каких-то неприятных действий, постоянно, какой-то гнёт неприятности от этого человека ждёте, на чём стоите, то есть, что в данный момент имеете, но вот паутина, паутина путы, путы, это уже негатив, это стопроцентный негатив, кольцо, вы знаете, такое впечатление складывается, что вас как будто бы опутали, приворожили, потому что вот, судя по вот этим картам, да, вы человек такой домашний, домовитый, постоянно с домом, всё для дома, и вот этого человека рядом с собой держать, ну вот, не знаю, путы, может быть, даже этот человек на вас что-то наложил, опутал, околдовал, чтобы вы были с ним, кольцо, оно имеет двоякое значение, в данном, бывает, да, но вот в данном значении, это вы бегаете по, вот как по кольцу, как белка в колесе, знаете, вот белка в колесе, такое впечатление, что день сурка, вот утро, позавтракали, работа, вечер, поужинали, спать, и вот каждый день, одно и то же, одно и то же, вы не видите ничего другого, почему, у вас вот как, знаете, у лошадей есть шорки на глазах, чтобы лошади дальше не смотрели, ничего не видели по сторонам, обижали только прямо, вот, ясно, явно, что на вас что-то было наведено, что-то сделано, путы какие-то, вас запутали, запутали, вы не видите, ну, как сказать вам, не видите, что рядом с вами происходит, не видите, что-то нового в своей жизни, не видите новой струи в вашей жизни, потому что, какой-то человек не хочет, чтобы вы это видели, понимаете, дальше, вот смотрите, это что будет, ну, вот смотрите, сразу показываю вам душевные муки, душевные муки, вот действительно, понимаете, физический план, вам кажется, что все вроде бы нормально, вроде бы жизнь идет как жизнь, а вот вы мучаетесь, вот что-то не то, вот чувствуете, вот что-то не то, а что понять не можете, а я вам сразу скажу, на человека, на которого наводят, или порчу сглаз, какой-то негатив, он все равно будет мучиться, постоянно какие-то будут муки, переживания, опять вот смотрим на будущее, ключ, ключ, дом, ну, вот, инициатива, смотрите, какая интересная карта, инициатива, вот, понимаете, это все в мыслях, вы думаете над тем, что вам нужно взять инициативу в свою руку, сделать что-то, свою жизнь переделать, но это только мысли, понимаете, это такой ментальный план, ментальный уровень, а вот то, что на физическом уровне происходит, это нижние карты, вы ничего не можете сделать, вот мучаетесь, душевные муки, душевные переживания, опять вот, что вы имеете, да, смотрим физический план, опять-таки, ключ, ключ, дом, сад, общение с людьми, скорее всего, вы общительный человек, возможно, даже и работа ваша связана, вот, что-то общение, какое-то много людей вокруг вас, а если много людей, значит, вы человек, в общем-то, на которого можно положиться, которому можно поплакаться в жилетку, рассказать свои какие-то истории, то есть, человек вы очень хороший, по всей вероятности, вот и мужчина или женщина, вот этот хабалистый, так вот с вами и поступил, потому что хочет быть с вами, ой, ну тут уже понятно, смотрите, карта сущности, сущность подселенец, вот карта марионетка, вами манипулирует, дьявол, это стопроцентная порча, воздух, воздух, ну вы как вот в подвешенном состоянии сейчас находитесь, карта борьба, внутри вы чувствуете, вы понимаете, что что-то с вами не так, вот и душевные карты, душевные муки об этом говорят, вы чувствуете, что что-то с вами не так, сущность, ну я не думаю, что вас подселили сущность, нет, но вы чувствуете то, что вы, это не вы, и ваши поступки не такие, как вы должны по идее совершать, понимаете, вы совершенно другой человек, здесь конечно можно было еще посмотреть дополнительно, но это при личном раскладе, сразу говорю, значит по этому раскладу, человек вы доверчивый, в чем-то даже наивный, очень радушный, который любит общение с людьми, но на вас, вот этот вот человек, сделал, или приворот, или вот, ну путал, путы, может быть даже он смотрит, потому что у вас есть ваше имущество, он может как-то этим пользуется, может быть действительно он вас любит, но это опять-таки нужно дополнительные расклады делать, так в общем-то, душевные муки, переживания, вы точно знаете, что что-то с вами не так, вам обязательно нужно обратиться к специалисту, можете ко мне обратиться, с удовольствием вам все расскажу, и подскажу, что нужно делать, ну что ж, я надеюсь вам понравились, эти три расклада, я уже не пользуюсь четвертой колодой, потому что тут и так все понятно, по раскладу, тут понятно путы, поэтому я не беру дополнительные карты, я надеюсь вам понравились эти три расклада, пишите комментарии, что бы вы еще хотели видеть на моем канале, какие расклады вы хотели бы видеть на канале, желаю вам здоровья, счастья, добра, мирного неба над головой, любите друг друга, уважайте друг друга, цените свои отношения, не бросайте слов на ветер, не оскорбляйте друг друга, не желайте ничего плохого другому, потому что оно все, как правило, возвращается бумерангом, люблю вас всех, и желаю вам всего самого наилучшего в мире, и спасибо за просмотр,